Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» в одной из предыдущих бесед мы с вами размышляли над темой «Чем опасна религиозная ложь?» И кто помнит, кому это интересно, кто смотрел предыдущую беседу, там я старался напомнить вам очень мудрые предостережения святителя Игнатия Брянчанинова из первого тома «Скитических опытов. Чем опасна чтение книг, содержащих в себе лжеучения?» Сегодня хотелось бы предложить вашему вниманию некоторые размышления, а почему вообще ложь так привлекательна, почему ложь так убедительна, почему мы, вроде бы даже умные люди, считающие себя умными, грамотными, образованными, современными, культурными, почему мы так легко верим и доверяем всякой лжи? В первую очередь обратимся к священному писанию. В первом послании к римлянам святой апостол Павел, говоря в первой главе о язычниках, дает такую им характеристику. Они, они язычники, заменили истину Божию ложью, поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Поэтому предал их Бог постыдным страстям. И далее святой апостол Павел говорит открытым текстом о тех постыдных, противоестественных страстях, которые были, собственно, у язычников нормой жизни. И далее произносят очень важные слова, в том числе для нашего понимания, почему ложь так привлекательна, так убедительна и так легко ложится на сердце огромному числу людей. 28 стих первой главы. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребства». И далее он перечисляет, какие непотребства, всякая неправда, блуд, лукавство, крестолюбие, злоба, исполненные завистью, убийство, расприи, обмана, злонравие, злоречивые клеветники и так далее. И далее перечисляется, то есть, «как они не заботились иметь Бога в разуме». Очень важные слова. Так как люди не знают Бога и не заботятся иметь Бога в разуме, то за это они предаются действию страстей. То есть, благодать отступает от людей, которые сознательно от Бога отвернулись, и они предаются действию страстей, не позаботились иметь Бога в разуме. Ну, собственно, эти слова святого апостола Павла, ну, можно, прошу прощения, простым языком нам из нашей обычной жизни вспомнить. Не случайно архимандрит Иоанн Крестьянкин часто своим духовным чадом говорил, чада, жизнь не учит сама жизнь, посмотрите за налоги нашей обычной жизни. Вот, допустим, ребёнку родители говорят, вот так как ты не позаботился вовремя там одеться, там застегнуться, когда выходишь на улицу в холодное время, так сказать, года, да, поэтому ты заболел, простудился. Или там другому человеку там говорят, так ты вовремя не позаботился, например, колёса поменять на автомобиль, и поэтому он попал в ДТП. Здесь смысл какой? Что-то ты сам не сделал, не потрудился, не позаботился, не обратил на что-то внимание, и за это, как следствие, с тобой происходит то или иное бедствие. А в данном случае мы говорим о безусловном бедствии, когда человек верит лжи, принимает ложь за истину. Во втором послании к веселоникицам святого апостола Павла сказано ещё более точно в контексте лжиучения и вообще лжи как массовое явление. Во втором послании к веселоникицам в первой главе святой апостол Павел говорит о последних временах, говорит, что «не помните ли, что я ещё находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему, ему, то есть человеку греха, сыну погибли, антихристу в своё время. Ибо тайна беззакония уже в действии только не совершится до тех пор, пока не будет взятой среды, удерживающей теперь. Тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус Христос убьёт духом у своих и истребит явление пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою и знамениями, и чудесами ложными. То есть антихрист будет поражать воображение людей знамениями и чудесами ложными. Со всяким неправильным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. За сие пошлёт им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. То есть так как не приняли любви истины, то есть люди сознательно что-то не сделали об этом, говорит святой апостол Павел о людях в последние времена. Не приняли любви истины, не приняли, и за это им попускается действие заблужения, что они верят лжи. Давайте, дорогие мои друзья, постараемся простыми, может быть, примерами из нашей обычной жизни, простыми аналогиями, попытаемся понять, что значит, когда вот человек не принял любви истины. Когда человек добровольно не позаботился иметь Бога в разуме. Вот, простите, небольшое такое отступление. Когда Спаситель наш говорил о Царстве Божьем, он приводил притчи. Например, говорил, чему подобно Царстве Божьем? Оно подобно неводу, которую закинули и взяли рыб разного рода. Или подобно закваске, которую женщина положила в три меры муки. И, несмотря на то, что книжники и фарисеи также слышали многие слова и притчи Спасителя, никто из них не упрекал Господа за то, что примеры или аналоги некорректны. Никто не говорил, учитель, ну как можно? Ты сравнишь Царство Божье с каким-то там неводом или с какой-то закваской или с семенем, посаженным в землю. Корректно или некорректно, такой упрек Спасителю не ставили. Почему? Потому что вообще люди в то время, во-первых, были проще, чем мы сейчас, не так отравлены рационализмом. А во-вторых, это самое немаловажное, что любая аналогия притча помогает понять суть. Хочется предложить вашему вниманию такую аналогию. Вот смотрите, если где-то грязная лужа, то, как правило, взрослый человек, адекватный, разумный человек, сознательно и не идёт, чтобы в лужу наступить и испачкать свою обувь и одежду. Он лужу обойдёт. Но не свойственно взрослому, адекватному человеку сознательно пойти и наступить в лужу с целью, дай-ка я эту лужу померю, ну ладно, потом обувь помою. Также человеку разумному, взрослому, адекватному не свойственно откровенно какую-то ядовитую жидкость принять, попробовать узнать, как мой организм выдержит это. Яд сознательно человек не принимает и грязью сознательно не марается. Почему? Ответ очевиден. Потому что для нашего ума очевидно, что вот эта физическая, телесная грязь неприятна, или какой-то физический яд, яд, он опасен для жизни. И так как это очевидно для нас, мы это не делаем. А вот яд духовный или яд интеллектуальный и грязь, грязь интеллектуальная грязь, грязь душевная, духовная, она не столь очевидна. И вот поэтому вот с грязью, такой интеллектуальный и духовный, который является ложью, вот ложь – это интеллектуальная грязь, это интеллектуальный и духовный яд, так как это не столь очевидно, поэтому мы не столь осторожны в принятии и знакомстве с вот этим ядом. Условно говоря, если вам предложат какую-то чашу и скажут, здесь вот точно яд, ну попробуй, пожалуйста, ну хотя бы гладь не пригуби, и посмотрим, какое это вызвало дискуссию в твоем организме, этот яд. Как правило, ни один благоразумный человек так не делает. Во-первых, это бессердечно сделать это, предложить яд другому человеку, и крайне глупо неблагоразумно принять этот яд, если тебя заранее предупредили, что здесь яд. А вот что касается яда интеллектуального и духовного, он не столь очевиден. Поэтому находятся люди, которые яд своих фантазий, лжеучений, каких-то непроверенных фактов, этот яд упаковывают в виде какого-то текстовой информации, а сейчас более популярно видео или аудио информации, и этим ядом отравляют других людей. Они как бы предлагают другим этот яд, может быть, даже оправдывая себя тем, я сам так не думаю, моя точка зрения совершенно другая. Ну, я просто бросаю такой информационный нарратив с целью, чтобы вызвать у людей дискуссии, чтобы люди задумались. Я хочу узнать, что люди возразят на это. То есть человек какую-то ложь упаковывает в такие добрые намерения, что якобы это сделано для того, чтобы вызвать дискуссию людей. Если чашу с ядом предложишь и скажешь «яд пригуби», никто не последует твоему совету. А вот яд, духовный яд, или диктуальный, предлагают. И находятся люди, и, к сожалению, таких немало, которые неблагоразумно этот яд пьют. Яд интеллектуальный, яд духовный, всевозможные лжеучения. Этим отравляют свою душу. Поэтому, пожалуй, наверное, самый главный совет, если вспомнить уже упомянутые нами слова святого апостола Павла, подобно тому, как язычники не замотились иметь Бога в разуме, хотите быть защищенными от лжи, старайтесь иметь Бога в разуме. Нам, всем верующим людям, надо стараться всегда иметь Бога в разуме. Каким образом иметь Бога в разуме? Это, в первую очередь, Священное Писание, читать Священное Писание хотя бы по одной главе в день, Священное Писание Нового Завета, по одной главе Евангелия, по две главы послания апостольских. Молитва к Богу постоянная, сердечная, хоть краткая молитва утром и вечером, но главное, чтобы молитвенное правило было неукоснительно соблюдаемое. Молиться перед началом какого-то дела, перед выходом из дома, по окончании любого дела, перед и до и после, если ум и сердце возносятся в молитве к Богу, значит, человек заботится иметь Бога в разуме. Такой человек более безопасно находится в состоянии от действия лжи, любой лжи, интеллектуальной, духовной и так далее. То есть, если мы будем сами заботиться иметь Бога в разуме, мы будем защищены от действия заблуждения, чтобы верить лжи. Потому что, как еще раз повторю вам эти слова, за сие, так как не приняли любви истины, за сие пошлет Бог действия заблуждения, что они будут верить лжи. Когда благодать Божия отступает от человека, сознательно отвернувшегося от Бога, то такой человек верит лжи. И в заключение хотелось бы привести вам слова одного из великих отцов V века, преподобного Ава Исаия из его духовно-нравственных слов, который как раз и советовал как от лжи оберегаться. «Обучим язык наш славословию Божию, молитве и правде, чтобы избавиться от лжи, когда она выйдет нам навстречу». То есть, когда вы будете соприкасаться с лужью, если ваш ум и сердце обучены славословить Бога, если вы заботитесь иметь Бога в разуме, значит, вы будете ограждены от действия злых. Это первое и самое главное. А второе, ну, с точки зрения просто обычного здравого смысла, дорогие друзья, тут, я думаю, все вы, кто сейчас будет слушать эту беседу, наверное, со мной согласитесь. Элементарный здравый смысл. Далеко не всё, что есть в интернете, далеко не всё является правдой. Если попадаются какие-то ролики с какими-то броскими названиями, например, там «Срочно!» «Посмотри!» Этот ролик удаляют из интернета. Конечно, это ложь. Вы можете убедиться в этом сами. Пройдёт какое-то время, и вы увидите, что тот ролик, который якобы срочно удаляют из интернета, он уже многие годы там так и находится, никто его не удаляет и удалять не собирается. Напротив, подобные ролики как раз и выкладывают для того, чтобы провоцировать интерес, подоражить любопытство и для людей невнимательнее к себе быть такими информационными ловушками или ещё какие-то там брусские названия. Допустим, этот ролик рвёт интернет. Но, дорогие друзья, сделайте вывод для себя, сами себе задайте вопрос. Вам нужно смотреть ролик, от которого рвёт интернет, чтобы и вас рвало. Вам зачем смотреть этот ролик? Если вы умный, культурный, образованный человек, зачем вам смотреть то, от чего рвёт интернет? Сделайте, пожалуйста, для себя вывод. Дорогие друзья, наша сегодняшняя беседа не имела цели кого-то осудить, а лишь призвать задуматься. А задуматься над этим надо. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok